Всем привет! Сегодня немного посылок из Китая, которые я приобретаю для себя, для проекта или для своей семьи. В общем, сегодня мы рассмотрим вот такую маленькую посылочку, которую я получил. Я так подозреваю, чтобы не шуршать, здесь много посылок в одной. Давайте посмотрим, вскроем. Конечно, с одной стороны, приятно, когда ты покупаешь что-то для проекта, я всегда это делал, но когда ты начинаешь с нуля, это вот, знаете, где-то в глубине души накладывает какой-то дискомфорт. Но, тем не менее, бывают приятные моменты, когда ты получаешь что-то новое, современное, достаточно бюджетно по деньгам, по сравнению с тем, что было раньше, и с большим функционалом. Ну, это мало ли что. Я же не знаю, что здесь пришло. И гораздо дешевле, чем оно могло стоить раньше. Так, прикольно. Какая-то пленочка. Так, я догадываюсь, что это. Оп-те, я рад, что вот это вот пришло. И вот-вот. И мусорный пакет отправляется под мусор. Я цены многих товаров отсматривал не один раз. Вот как-то так. Да, все. Наклейки. Так. Я уже приобретал подобное. Это я ребенку взял. Ну, качество так себе. Оно какое-то серое, блекленькое. Ну, вы видите сами. Относительно. А, ну, это такая матовая полиграфия. Ну, в принципе, и этому есть свои любители. Хотя нет, смотрите, детализация-то неплохая. Вот, из разных мультиков. Ну, в принципе, пойдет. Где-то на дневники. На тетрадки, на наклейки. Класс. О, хоть что-то интересненькое. Не режут. Так. Ага, наконец-то пришла. Так, это бросаем с коронки. Это штатив для телефона. Достаточно неплохая вещь. Взял одну, до этого брал не одну. Качество неплохое. У меня было подобное на... Ой, да как ты называешься-то? Стабилизатор для телефона. То есть, он вот так вот, подставочка, ставился на стол. Сам стабилизатор. И нормально телефонно можно было пользоваться в разных... В таких вот моментах, где трясется, да, он сглаживает. Плюс отлично держится на столе. За счет прорезиненовых моложек. Неплохое качество пластика. Пойдет. Это штука нужная, необходимая для фото, видео и так далее, блогинга. Да капец. Это шо такое? Ну капец, это че такое вообще? Это фон для съемки. Фон для съемки, ребята. Вы вспомните, вот я приобретал вот подобного плана, да? 400 с чем-то рублей. А вот это вот за что 300 с чем-то рублей? Вот за что это? Это обычная распечатка, причем не лучшего качества. Кому интересно, вы можете, если подобные вещи берете, посмотрите вот по ссылке под видео, чтобы вы на подобное не попались. Она, тем более, смотрите, со складками. Качество, блин, не айс. Посмотрите, пиксели видно, это жесть. Ой, я разочарован. И цветовая гамма не та, что заявлено. Хотя, я не знаю, вот просто если так вот свет убрать, напишите, что вы думаете. Это будет фон, на котором я буду снимать в будущем обзора. Ну капец, я расстроен. Я думал, наклейка пришла. Ну как так вот, за вот это вот? О-о-о!